Десятиклассники этой школы с начала года получили лишь учебники по украинской литературе. Остальные предметы продолжают изучать с помощью дополнительных пособий, специальных тетрадей и интернет-материалов. Учитель истории Анна Погорская работает в школе уже 46 лет. За это время педагог не припомнит, чтобы в ноябре детей приходилось учить без учебников. Учебный процесс. Трудно представить без учебника. Только рассказ учителя, лекция учителя, раздаточный материал. Хорошо нас обеспечило Харьковское издательство тетрадями, которые у нас есть для работы. Там вопросы, которые помогают ребятам глубже изучить, представить, запомнить тот материал, который я рассказываю. Из-за отсутствия книг страдают не только учителя, но и школьники. Вместо того, чтобы готовить домашнее задание по учебнику, дети после уроков задерживаются в библиотеке. Здесь они работают с дополнительной литературой. Также в подготовке к занятиям помогает интернет. Есть листия интернета, это, конечно, помогает. Так, остаемся в школьной библиотеке, пишем, берем книжки, нам разрешают. Без книг, конечно, очень тяжело, но помогает интернет. Также помогает очень тетради, которые мы покупаем дополнительно, тоже по новой программе. Очень помогает, там много заданий. И сборники помогают. Уже на следующей неделе эта школа получит часть необходимых книг, рассказывает в местной библиотеке. В этом году Министерство образования подготовило по три вида учебников для каждого предмета. Город получил тоже на наш городский район, в 23 школе уже получили учебники алгебра, геометрия, химия, физика и украинский язык. Мы получим, буквально в понедельник будем получить эти учебники. Есть три вида учебников – академический уровень, профильный уровень и стандарт. Из 63 учебников, которые уже напечатаны для 10 класса, мы получили уже 16 учебников. Новых учебников должно хватить всем, обещают в методическом центре, ведь город получает их в соответствии с заказом макеевских школ. И если не возникнет проблем, то уже к концу ноября 10 классники будут полностью обеспечены необходимыми книгами.